На первом заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина утвердили план работы комиссии на 2015 год. В ее составе будет сформировано 8 рабочих групп, которые займутся международным сотрудничеством, развитием транспортной системы и обеспечением национальной безопасности. В течение месяца главы рабочих групп и советов должны будут утвердить планы своей работы на текущий год. Собираться комиссия будет не реже разов квартала, а заседания президиума комиссии смогут проводиться непосредственно в регионах Арктической зоны. Для оперативного решения задач, возложенных на комиссию, будет создан Центр поддержки ее деятельности, который будет работать в том числе на условиях государственно-частного партнерства. Алексей Улюкаев должен будет к 30 мая подготовить предложение по созданию интегрированной базы данных об обстановке в Арктике в интересах обеспечения деятельности комиссии. Открывая заседание, Дмитрий Рогозин заявил, что первоочередной задачей Госкомиссии должна стать выработка предложений по выстраиванию единой системы нормативно-правовых актов Арктического макрорегиона. По его словам, предстоит определиться, нужен ли отдельный закон об Арктике. В связи с этим вице-премьер поручил Минэкономике и Минюсту до 1 сентября провести анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей правоотношения на территории Арктической зоны России. В Минэкономике также поручено провести ревизию отраслевых программ, планов министерств, регионов и компаний в целях консолидации финансовых средств на ключевых направлениях развития Арктики. А Минтрансу до конца апреля доработать комплексный проект развития Северного морского пути. Важной задачей комиссии Дмитрий Рогозин также назвал запуск корректировки госпрограммы по развитию Арктики до 2020 года. Самый крупный атомный ледокол в мире «50 лет победы» отправился в очередной четвертый в этом сезоне туристический рейс к Северному полюсу. Практически 100% туристов на борту – гости из Китая. Всего на борту 295 человек, из них 120 – пассажиры. На борту судно туристам читают лекции, показывают фильмы про Арктику, также туристы наблюдают за животными Арктики. По дороге на полюс судно проходит вдоль берегов архипелага земля Франца Иосифа. На подходе к полюсу где-то за сутки туристы отмечают праздник Нептуна. Затем судно отправляется на землю Франца Иосифа и там уже в зависимости от того, сколько времени остается у туристов, погодных и ледовых условий проходят высадки на какие-нибудь интересные географические и исторические места. Этот рейс атомохода «50 лет победы» стал четвертым в нынешнем сезоне. Из последнего седьмого круиза ледокол вернется 22 августа. Круизы на Северный полюс неизменно пользуются популярностью. Практически всегда стопроцентная заполняемость мест. К 2018 году в Арктике будет обустроено 9 новых аэродромов. Спецстрой ведет в арктическом регионе строительство ряда объектов, в том числе военных городков, пунктов радиолокационного наблюдения и аэродромов. Сегодня спецстрой работает в рамках заключенных контрактов по строительству трех аэродромов, но на период до 2018 года стоит задача обустроить в дополнение к этим трем еще шесть. В ряде случаев модернизируются уже существующие аэродромы, в каких-то строятся новые, с учетом возможности обеспечения полета в Дании и транспортной авиации. На острове Котельный идет расширение полосы, на мысе Шмидта также проводится ремонт взлетной полосы. В Рогачево строится новый аэродром. До 2015 года на мысе Шмидта и острове Врангеля в Арктике будут полностью обустроены военные городки и инфраструктура для вооруженных сил России. Также спецстрой России ведет строительство для Минобороны на архипелаге земля Франции Иосифа. Ряд объектов сооружается и в Мурманской области. По улицам Мурманска ходят медведи. В одном из микрорайонов Заполярье была замечена медведица с выводком. Косолавые были найдены в гараже одного из жителей поселка Росляково. Никакой агрессии со стороны животных не было. Специалисты отдела Государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области говорят, что в выходе зверей из леса виноваты люди. Гаражи, которые стоят вплотную к лесополосе, это среда обитания диких животных, в том числе и медведей. И то, что они выходят, процентов на 60 или на 70, по большому счету, виноваты люди. Речь идет об организации несанкционированных свалок, подчеркнул один из экспертов. Как-то повлиять на ситуацию власти пока не могут. Если же медведь застал человека врасплох, вплоть до ситуации, когда он начал гулять под окнами жилого дома, власти советуют обращаться в полицию. Согласно законодательству, именно этот орган наделен полномочиями по обезврежению опасных животных. Количество медведей на Кольском полуострове стремительно увеличивается, растет и вероятность того, что животное может напасть на человека. В прошлом году представители Минприроды насчитали 787 особей бурого медведя. В текущем году их зафиксировано 834. Это при том, что расчеты, сделанные людьми, весьма приблизительные. Установить численность животных можно лишь визуальным методом. В Ненецком округе внесен на рассмотрение ненецких депутатов законопроект о снегоходных трассах. Предлагается разделить их на три категории – регионального и местного значения, а также частное. Их организацию и финансирование предполагается осуществлять за счет средств физических или юридических лиц. Кроме того, предлагается создать в округе реестр снегоходных трасс, где будут содержаться данные о дорогах и их организаторах. Предполагается, что реестр будет носить открытый характер и основываться на принципе добровольного включения сведений. Также предлагается законодательно закрепить государственную и муниципальную поддержку снегоходных трасс при условии включения маршрута в реестр. В проекте закона указано, что в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан снегоходная трасса должна быть проложена с минимальным количеством пересечений с автомобильными дорогами общего пользования, обозначена специальными знаками со светоотражателями, оборудована информационными щитами, указывающими расстояние и предупреждающими об особенностях участка снегоходной трассы. Вопрос о необходимости пересмотра подхода к строительству и содержанию межмуниципальных снегоходных дорог в начале года поднял губернатор Ненецкого автономного округа. Закон может вступить в силу с 1 января 2016 года. Правительство Ямало-Ненецкого округа и предприятия ТЭК предпринимают все необходимые меры по восстановлению биоресурсов в реках Ямала. Так, «Газпромнефть» новый порт доставил в арктический регион около миллиона мальков муксуна для воспроизводства водных биологических ресурсов округа. Рыба выпущена в обе в 20 километрах от города Салихарда. Основной принцип выбора места – мелководье, богатая кормовая база и пресноводная рыба, соседство с которой безопасно для мальков. Напомню, для спасения популяции сиговых видов рыб на Ямале запретили вылоп муксуна и нельмы. Возраст мальков обской популяции муксуна, привезенных в Салихард, – два месяца. По словам специалистов Северо-Заводного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов, если через 3-5 лет из миллиона мальков промысловый возврат составит 5%, это уже можно считать хорошим результатом. В итоге, только после первого этапа выпуска малька сиговых, об должна пополниться 100 тоннами взрослых особей муксуна. Между тем, в последние годы на Ямале кратно усилена борьба с браконьерами. Используется современная техника и новые методики наблюдений за нарушителями закона. Работают 9 мобильных кордонов. И масштабное внимание к этой проблеме приносит свои плоды. Количество зарегистрированных нарушений, связанных с незаконной добычей рыбы, за последние два года резко увеличилось. Участок Синские столбы на реке Синее в Якутии включен в состав объекта Всемирного наследия природный парк «Ленские столбы». Такое решение принято на 39-й сессии ЮНЕСКО. В частности, было отмечено, что представленная территория, кроме своей эстетической красоты, имеет особую ценность с точки зрения науки и изучения истории нашей планеты в период Кембрийского взрыва. Включение Синского участка в состав объекта «Наследие» природный парк «Ленские столбы» позволит усилить его выдающуюся универсальную ценность. Признание территории Синского участка достоянием всего мира – это очень важное и правильное решение. Природа Республики Саха уникальна, но очень хрупкая, поэтому требует особого внимания. «Мы уверены, что это решение оправдает надежды многих и послужит гарантом сохранности включенного объекта для будущих поколений», отметил министр охраны природы Якути Сахамина Афанасьева. Синские столбы расположены в 200 километрах от Якутска на берегу реки Синяя и представляют собой два ряда вертикальных отвесных скал. Скалы имеют различные причудливые формы – столбы, каменные арки, шпили и башенки. На многих из них археологи и местные жители нашли следы древней наскальной живописи.